И всем привет ребят, с мистера Вайка и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и связан с одной очень и очень интересной темой. Не знал и не думал о том, что когда-то вообще буду записывать подобного рода видос, но сегодня есть определенная информация, о которой стоит вместе с вами поговорить. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкой, но для этого в настройках игры в аккаунтике установить ему личный тег, тегтим п, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня у нас в игре, на момент записи этого видоса, вы уже смотрите его на следующий день, появился вот такой вот новостной разделчик, в котором есть информация. Танкист, команда, танк онлайн заботится о безопасности игроков в сети интернет, поэтому время от времени обновляет политику конфиденциальности и куки. Вот краткое описание изменений и здесь есть как раз таки те самые разделы, в которых произошли изменения. С полной обновленной версией политики можно ознакомиться здесь, ссылочку я уже открыл, ну и нажимая кнопочку ОК, вы подтверждаете, что вы ознакомились с обновленными условиями. Что здесь интересного поменялось? Поменялись у нас пункты, разделы, которые, ну наверное, для большинства игроков абсолютно незнакомы, да, которые никогда эту политику конфиденциальности вообще в принципе не читали, как и я, да, в том числе особо сильно никогда раньше не акцентировал на этом внимании. Ну и здесь лишь только есть дополнительные разделы, где можно посмотреть информацию. И один из моих подписчиков в Дискорде скинул информацию о том, что появился один новый интересный пункт, на который я акцентировал свое внимание. И решил вместе с вами в нем чуть больше разобраться и поразмыслить. И этот пункт правил, вернее не правила соглашения политики конфиденциальности звучит следующим образом. Пункт 5.1.5. Смена контроля, мы можем передать ваши данные в случае продажи нашей компании, слияния или изменения контроля компании или при подготовке к любому из этих событий. Любое лицо, которое приобретет нашу компанию или часть нашего бизнеса, будет иметь право продолжать использовать ваши данные строго в соответствии с данной политикой конфиденциальности, если оно, если не согласовано с вами иное. То есть, как сказал мой подписчик, это пункт, который появился новый. Исходя из этого пункта, я могу понять, что возможно в ближайшем будущем компания игры, а именно альтернатива гейминг, продаст нашу вместе с вами замечательную игру. Именно это написано в подобном пункте. Ну и для чего вообще такой пункт иметь, если в этом не было бы никакой абсолютно логики. Но, исходя из того, что я вижу, исходя из того, что этот пункт появился новый, я смею предположить, что возможно наша игра в скором времени поменяет своего обладателя. Ну и будет полностью, а может быть частично, как написано здесь, продано. Продано кому? Не знаю. Но этот пунктик заставляет очень сильно задуматься. Меня, по крайней мере, да. Ну и порассуждать с вами всю эту мысль. Я, честно, изначально как-то не придал особо сильно значения этому все делу, но выглядит это реально довольно-таки интересно. И если реально игра будет продана, останутся ли те же сотрудники, либо сотрудники, например, поменяются, поменяются разработчики игры, либо же все останется в том же ключе, только поменяется как раз-таки сам владелец, да. То есть, например, если сейчас у нас владелец танков онлайн это альтернатива гейминг, то просто может быть поменяется под какую-то сеть условную, да, может быть с какой-то другой тоже игрой, и мы увидим совсем другое развитие событий, да. Может быть это что-то масштабное и положительное, ну а может быть это наоборот начало тому самого конца. Также у нас на одном из предыдущих стримов один из подписчиков дал одну очень интересную инсайдерскую информацию, о которой я думаю, что мы в ближайшем будущем еще как-то поговорим, но если вкратце, то доходность проекта в связи с всеми многократными ДДОСами и прочими проблемами значительно стало меньше, ну и я думаю, что именно из этих соображений появляются подобного рода пункты, да, и, быть может, нас ждут какие-то определенные изменения. В любом случае, это очень интересная пища для размышления. Посмотрим, к чему это все дело приведет и является ли этот пункт в рамках политики конфиденциальности просто обычным пунктом, либо же этот пункт означает именно то, что я думаю, да, узнаем в ближайшем будущем, ну а вы напишите, что вы думаете по этому поводу, верите ли вы в то, что танки будут проданы и что компания у нас поменяется, либо же это просто дополнительный пунктик, который ни на что абсолютно не повлияет. Пишите все свои мысли, обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился, если вам такого рода контентичек зашел, также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, подписываться на тележечку, где весь лайв контентичек, вся информация по стримам и не только. Ну а у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok